Приветствую вас, мои родные и любимые христолюбчики, все братья и сестры во Христе и все люди на земле. Всем я вам желаю всякого блага, всякого счастья, любви, мира, благости всякой, терпения в души ваши, в дома ваши, в семьи ваши, во все сферы жизни вашей, чтобы все у вас было хорошо. Всем желаю доброго денька, не важно начало его или конец, или серединка и хорошего настроения. Сегодня поговорим. Ролик назову «Истина, которой есть любовь, свобода и бессмертие, она не нуждается в доказательствах». Вы знаете, вот чем я дальше живу, такой жизнью христианина-проповедника, то практики, опыта набираешься. Конечно же, у нас есть прекрасная книга, да, Евангелие, где реально нам описано жизнь и учение Бога, явившегося во плоти. Мы по ней себя сличаем, но все это теория без практики, ноль, ничего не значит, да. И вот, вы знаете, я чем больше убеждаюсь, чем больше, вернее, проповедую, общаюсь, тем больше убеждаюсь в том, что действительно истина, она не нуждается в доказательствах. Есть три вида людей, четыре вида, да, о них Господь рассказал в притче о сеятеле, сеющем семя. Ну, первое, понятно, люди отрицающие, сразу блокирующие к истине. Второе, которые сначала вроде бы принимают истину, но не имея в себе корня, то есть при любых каких-то дуновениях ветра или солнышке припекшем, не имея корня, тоже засыхают. Есть кого жизнь эта, кружево, бытовухи, так уматывает, что люди обо всей истине тоже забывают. А есть четвертые люди, которые принимают истину, да, и приносят разный плод. Вот, вы знаете, я давно убедился, что вот человек, если он стремится к истине, да, это добрая земля, туда только сея, 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 она будет возрастать в нем, это истина, разные плоды давать, разные добродетели, да. Разный он будет в терпении, в любви, в милосердии, в кротости, но будет подвязаться, будет учиться, и все у него будет хорошо. А есть люди, конечно, вот, и я их, в отличие от этой притчи Господней, все-таки на другие два типа поделю. Это те, кто сознательно противится истине, ну, или, по сути, вот эти, которые бросены на камень, то есть окаменелые, да. Иисус так и говорил, если бы вы были слепы, да, то есть это как бы слепы. А он говорит, ну, вы, так как вы говорите, что вы видите, то грех остается на вас. Это вот эти вот люди, которые сознательно противятся истине. Это то, что потом Иисус скажет о противлении Святому Духу, о хуле на Духа Святого, да. То есть ты людям хоть что говори, хоть колон на лбу чеши. Он просто противится истине сознательно, да. И есть, конечно, люди, которые, я говорю, они вот непонятно, он принимает истину, он действительно, вот как Господь сказал, без корня. Ну, я принимаю, но жить пока так не хочу. Я вот знаю, что надо так поступать, но я так не делаю. Это тот динарий, который Господь сказал, который ты закопал в землю. То есть ты его не приумножаешь. У тебя вроде есть это учение, и ты по нему не живешь. Господь сказал, что такой человек, который построил дом свой на песке, подобен человеку безрассудному, глупцу. Ибо дом этот рухнет при испытании. И вы знаете, я все время вот думаю, когда, вот, если бы завтра не было вообще Библии, что бы делали христиане, псевдо-христиане, ну, все, кто Библию, так скажем, своей путевой звездой по жизни называет. Вот завтра пропадет Библия, вы что, завтра станете грешниками. А как мы будем проповедовать? Вот отними у тебя завтра Библию. Вы знаете, я рассказывал всем, все знаете историю моей жизни, кто не знает, может ее всегда узнать. Есть плейлисты моей жизни, там ролики доступные, я себе всегда рассказываю от начала, кем родился, как жил, как Господь меня призвал, все это есть. И я тоже, конечно, проходил этот момент, да, я помню, настолько был влюблен в Евангелие, в том плане я и сейчас как бы влюблен, да, но настолько я без него не видел своей жизни, вот без его чтения, назидания, да. Что мне казалось, что вот это невозможно, да, все, как я с ним расстанусь. И, конечно же, пришел тот момент, когда ты сам стал этим живым Евангелем, когда Господь на твоем сердце начертывает эти заповеди, эту истину, которая в любви, свободе и бессмертии, которая в простоте прежде всего, вот именно. И ты все понимаешь. Потому что даже те события и случаи жизни, которые нам показаны в Иисусе, они же бывают настолько индивидуальны, что мы, конечно же, точно такие же, под копирку, не найдем случаев своей жизни или, наоборот, в Иисусе Христе. И далеко мы не все проходим точно такой же путь в жизни, обязательно до креста в этой жизни. По-разному у всех бывает. Хотя нас вот именно и так могут игнать и поносить. Вот. То есть мы познаем, конечно же, сам принцип, что нужно любить. Человек, ты бессмертен, ты свободен, конечно же, даже верить в бессмертие или не верить, находясь в этом смертном теле. Хотя веришь ты или нет, это не имеет особого значения. Просто есть. Просто если ты это примешь, ты сам встанешь на ровный путь жизни. Мировоззрение человека кардинально, диаметрально отлично, верующего в бессмертие, принимающего бессмертие и не принимающего, да, ешь, пей, веселись, душа, завтра умрем. Это разные, конечно же, и жизнь твоя отразится на этом. И, естественно, ты свободен избирать между добром и злом. Ну, во зле вечно закисать невозможно. Плюс Господь будет полагать этапы обучения человека в любом случае. И ты сейчас или потом все равно будешь хлебать плоды того, что ты жмешь. Это в любом случае. Точно так же, как преступники в оконцовке попадают в тюрьму, к таким же, как они, и ничего хорошего там нет. Даже самые матерые просто уже не могут жить на воле. Почему некоторые там уже на всю жизнь остаются, даже которых выпускают, они обратно туда идут, совершая какое-нибудь преступление, лишь бы сесть. Но даже любые остальные преступники, все говорят, я туда больше не хочу. Я говорю, только те, кто же не могут адаптироваться в свободном мире зачастую. А так и они понимают, что там кроме ада ничего хорошего нет. Вот если завтра пропадет Библия, мы как будем жить? Скажите мне, пожалуйста. Все, мир опять куда? Опять во тьму, опять в потоп, в воды потопа окунется. Потому что всякое помышление человека будет суть злого во всякое время. Да нет же. Как прекрасно Иоанн Богослов начал с Евангелия, который он писал. Он говорит, Бог просвещает всякого человека. Вы помните, он же сначала, как он там красиво говорит одновременно и о начале творения, и о пришествии Иисуса. Он говорит, был свет в мире, но мир его не познал. Да Бог всегда просвещает всякого человека. Он потом, это правда, на Иисуса сразу переводит. Вообще, Евангелие Иоанна Богослова, конечно же, оно просто нереальное в этом плане. Как это сказать? Снохшибательное, умопомрачительное. Ну, реально, оно просто классное. Был свет в мире, и мир его не познал. Да Бог всегда в этом мире, всегда своим светит и обличает каждого человека и наставляет его на эту жизнь. Вот скажите мне, пожалуйста, у меня даже детей нет? Если вы заметили, я очень часто об этом говорю. Ну, во-первых, по той простой причине, что я сам был ребенком. Пусть я даже не родитель. Ну, плюс я вырос и прекрасно понимаю, что нужно делать с детьми. Хотя у меня, как говорится, практического опыта нету. Ну, в этой жизни, по крайней мере, да? Ну, почему-то я помню, как меня воспитывали. Я прекрасно понимаю, как надо воспитывать. Потому что я вошел в возраст, естественно, взрослого мужчины. Уже давно должен был бы иметь своих детей, да? Но я же видел, как это делают. Помню, как мне это делали. Вы когда ребенку говорите, так не делай. Вы ему какой стих из Библии цитируете? Пятилетнему, допустим. Трехлетнему, двухлетнему, четырехлетнему, шестилетнему. Какой вы ему стих из Библии цитируете, когда говорите, не делай так? Ты что делаешь? Я тебе сказала, не делай. Вы ему какой стих из Библии цитируете? Никакой. У вас, сынок, обычный дочек спрашивает, почему так нельзя? Почему, почему? Вы даже ответить не можете. И вы знаете, мы вот через этот чудный образ, который Господь положил, что мы являемся родителями, детьми. Отсюда и был сотворен человек. Именно поэтому, в следующий ролик, кстати, кто в курсе, кто смотрит последовательно мои видео, будет о сотворении человека. Мужчина и женщина я выложу именно здесь, на проповедях. Для чего вообще Господь создал именно, разделил одного человека, который полноценен на мужчину и женщину, и появилась семья, и прочие-прочие вещи. Да чтобы просто познать эту жизнь, понять, что это такое. Мы ребенку порой объяснить не можем, почему. Он говорит, почему нельзя? Почему нельзя? Он взял, украл. Почему нельзя? Как ему объяснить? Только украсть у него. По-другому мы не познаем. Древо познания добра и зла, хоть ты тресни все от него, откуси. Ударил тебя, сынок. Ты на него смотришь. Нельзя так, нельзя меня бить. Может подойти папу по ноге, ногой вдарить. Ты что делаешь? А он говорит, почему нельзя? Ну как нельзя? Хоть в ответ ему треснуть получается. Как научить человека? Когда мы говорим ребенку, почему нельзя, как мы ему это можем объяснить? Мы просто говорим, силой авторитета. Нельзя я все тебе говорю. Ты что делаешь? Туда не ходи, сюда, Михаил. Он бежит, куда-то все время его несет. Мы ему даже не объясняем. Не ходите все, запрещаю тебя. На что мы ссылаемся? Почему Машу нельзя за косички дергать? Ей больно. Он говорит, я не знаю, что такое боль. Я ее дергаю, мне хорошо. Мы его дернем. Тебе больно? Больно. Вот ей так больно. Не делай. Потому что ей больно. Тебе тоже больно. А почему нельзя делать больно? Ну, хорошо, ей больно, а мне-то что? Ну, я-то тебе тоже так могу сделать. Сегодня в интернете увидел хороший постик. Махатма Ганди. Говорит, если мы будем жить око за око, то мир станет слепым. Гениально. Зло себя. Ну, я много раз это говорил. Зло само себя пожирает. Символ круга. Змеи само себя пожирающие. Ты уничтожишь человека. И сегодня ты его по голове ударил, завтра ты его убьешь в оконцовке. Тебе даже, у тебя даже, как и у любви, так и у ненависти, у него должен быть объект. Но если у любви это все время распространение, расширение, у тебя больше этих объектов, ты сам этих объектов порождаешь, так скажем, да, то зло, оно сжимается. Почему зло-то в сущности своей не существует? Это лишь извращение добра. Зла, в принципе, существовать не может. Потому что зло не может сотворить зло. Оно даже себя породить не может. Потому что порождение – это любовь. А если взять идеальное зло, так скажем, его совершенство, оно ничего не хочет, ничего, никуда, все в себе. К чему мы оперируем, когда воспитываем детей? Ни к чему. Просто к истине. Это можно, это нельзя. Так делай, так не делай. Вы знаете, я вот чем больше пропаю, думаю, смотрю, конечно же, на Иисуса обязательно, на Евангелие, как он поступал. Жалко, что нам описано так мало, далеко, порой, не в самых мелких подробностях. Возможно, с какими-то искажениями, да, маленькими или большими достаточно даже в Евангелии. Писали люди, переписывали люди, переводили, перетолковывали. Ну, вы знаете, вот убеждаюсь, все время смотрю, думаю, слушай, вот говоришь человеку, что вот это вот плохо, взываешь к его сердцу, ведь свет в нем. Ты просто говоришь ему, как Господь сказал, слово будет судить вас. Ты услышал эту истину. Помимо внутреннего голоса, тебе еще и Бог дал знак внешний. И ты отрекаешься от этого. Я вот думаю, слушай, вот свяжусь с ним и говорю, слушай, ну почему вот ты, вот даже вы видели все мои беседы, я говорю, я не против и жалко, что их так мало, мне не особо там бегут звонить. И на некоторых у меня у самого вот именно не хватает терпения, особенно с противостояниями. Заметьте, Иисус не спорил целыми днями с одними и теми же людьми. Это нам, конечно, еще кратко так показано, концентрационно порой, как будто он там чуть ли не постоянно спорит. В Иерусалим он ходил всего лишь там на праздники, да, мы это видим. И меня, конечно, тоже не хватает. Вот вы видели мои беседы, особенно кто от начала меня смотрит, тогда были. Я вот человеку говорю прямо, слушай, вот даже, вот я говорю, вы меня в чем-то упрекаете, что я ересь несу, там, допустим, по поводу всеобщего покаяния. Я говорю, слушай, ну вот ты бы простил человека. Я начинаю чисто по-человечески размышлять, казалось бы. А почему я человек, я образ и подобие Бога, значит, я рассуждаю по Божьему. Я не договорил, хотел сказать, кто знает мою жизнь, да. Меня Господь, у меня есть твой опыт жизни был. В 27 лет Господь мне открывается. И потом только мне открывает бумажку, Библию. Так путь какой жизни? У тебя есть опыт жизни. У тебя есть Бог, который вот явно тебе открывается. Но по сути он то, что меня открылся явно, понятно, он просто меня утвердил, что он во мне, да, тогда. Я понял, что истина, она в тебе. И у тебя еще есть прекрасные внешние доказательства. Любовь, свобода и бессмертие. Я вам всегда говорил именно этими тремя вещами. И, ну, кому надо, она, конечно, доказывается. Вот бессмертие. Я всегда говорил, конечно, мы видим в природе полноту бессмертия. Вечности. Но как это доказывает моя личностное бессмертие? Ну, внутри сидит все это, никуда не денешь. А третье? Ну, и третий Иисус воскрес, да. Почему я говорю, она, конечно, необходима. Здесь то же самое. Да, мы прекрасно понимаем, что мир, мы везде хотим любви. Мы везде жалуемся все новости, что там не любят, там не любят, там плохо. Против нас санкции. Это же что такое? Против нас санкции. Почему мы недовольны? К нам оказали не любовь. Мы когда вдумываемся, любая претензия человека к человеку, к обществу, неважно. Ну, возьмем маленькое, чтобы не раздувать. Одного против другого. Это обвинение не в любви. Вы когда рассмотрите этот вопрос, вы как посмотрите, так, знаете, за миром, понаблюдаете со стороны, за собой, за миром, вы увидите, что все сводится к любви. Вы удивитесь просто. Любой вопрос, это любовь. Мы его оцениваем с точки зрения истины, любви или не любви. Свобода или не свобода, бессмертия или не бессмертия. Вы удивитесь, это так. Почти каждый вопрос, а точнее все вопросы, они только к этому направлены. Все мое стремление, это стремление к наслаждениям. Да, мы всегда, любой человек, это радость жизни. Радость откуда мы получаем? Через что-то. Но ведь эту радость дает нам Бог. Бог нас любит, нам сотворил то-то, то-то, то-то. Мы все можем пользоваться. Он нам творит дела любви. Да? Все в мире крутится только вокруг этого центра. Любовь, свобода и бессмертие. Вокруг это истина. И истина вокруг всего этого крутится. Она в нем и в нас и вне нас и везде. Бог всячески во всем, да? Я еще тогда убедился по принципу своей жизни, вот это, как меня Бог ввел, что да, конечно же, я пытаюсь, даже вот потом я познаю истину. Я опять все те же самые этапы жизни. Я сначала пробую жить, как я жил до 27, так же это. Я узнал заповедь. Не злословь. Я пытаюсь не злословить. Бог меня в сердце или не осуждать. Помните, сколько там. Не суди никого. Ты что, никого не должен судить? Тебя там затыкают. Ты думаешь, слушай, ну а как же я совсем, что ли, не буду рассуждать? Начинаешь понимать, что эти слова значат, не суди. Ты деятельных пытаешься исполнить. Внутри с Богом ты общаешься. Истина, свет тебя просвещает или нет. Ты можешь еще посмотреть на Иисуса, естественно, кто христианин, у кого есть жизнь и учение Иисуса. Ну, учение мы как бы и так уже приняли. Ты еще сравнишь. А он как делал? Слушай, смотри. Сказано, не суди. А он говорил, горе вам, фарисеи и книжники, за то, что вы делали. То, 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 то делаете. Горе вам, глупые и слепые. Господь говорил, безумные и слепые. Потому что то, 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 то делаете. Так, слушай, так не судить, что значит. И ты начинаешь. И вот этот круговорот доводит тебя до совершенства. Эти спирали. Круги, спирали Бога. Фибоначчи, как она названа, да. Ты живешь, познаешь, живешь, познаешь, живешь, познаешь. Ну, это курица или яйцо первое. Не важно. Знание, потом жизнь. Потом чей-то опыт. Или наоборот. Это не суть важно. Чтобы человек все-таки мысль родилась. Бог его сначала создал, да. Так что тут большой вопрос. То, что вперед, яйцо или курица. Это извечная антиномия, как я всем говорю. То есть, это неразрешимая противоположность, да. Казалось бы, откуда яйцо возьмется? Оно штук от курицы. Может, а с другой стороны, откуда курица возьмется? Она должна появиться из яйца. Кто знает, это действительно божественная неразрешимость. Антиномия. Бог просто есть. Вот. И, конечно, когда я это понял. Я вот, единственное, сейчас все равно я смотрю на Иисуса. И, как всегда, тоже терзаю сердцем. Но не получается черно-белой жизни. Думаешь, все. Раз скажу человеку, не понял, буду отставать. Вот ты говоришь ему так. Хорошо, христианину. Хочешь по писанию. И то я не ищу истину. Ты ищешь, я тебе покажу. У меня нет к тебе вопросов. У меня бы были, я бы тебе задал. Ну, если ты ко мне пришел, ты что ко мне пришел? Учиться? Учись. Побеседовать? Давай побеседуем. Ну, хорошо, давай, я выслушаю твое. Хорошо, я хочу знать. Ну, хорошо, я тебе же уже ответил на этот вопрос, да. Ну, сколько мы еще будем? У меня вот до сих пор с тем же самым крещением. Одни и те же самые люди. И опять крещение по плоти. И опять он, и другое мне место. Я все эти места знаю. Я на все на них в своих роликах ответил. Ну, сколько я еще буду каждому отвечать? Ну, у меня ничего не... Вы мне те же самые места. Для меня Библия, это вот такая брошюрка. Потому что я ее достаточно хорошо знаю. Для кого-то это кажется неизведанной книгой. Я ее очень хорошо в ней ориентируюсь. Хорошо знаю. Многие вещи наизусть помню. Ну, что ты мне нового расскажешь? Я говорю, я же не прихожу к тебе спрашивать. И вот и так, и так уж думаешь. Ну, сначала-то вообще, я говорю, у нас даже цепочка, к сожалению, неправильная. Не Библия первая, не бумажки для нас. Каждый из нас видит своего Христа в Евангелии все равно. Поэтому мы, кстати, что не говори, оперируем к своему сердцу прежде всего, к своему опыту жизни. Вот я говорю, слушай, ты вот, ты говоришь, что будет вечной аду мучиться. Вот ребенок, парень, прожил до 15 лет. Не крещеный никакой. Может, ему даже предлагали, а он не крестился уже в 16 лет. Такой возраст. В 12 уже с 9 класса побухивал, там, поцеловался. Может, даже с девочкой переспали, переспал. И умер. Куда его пошлешь? В ад на вечной муке, да. Я говорю, слушай, ну ты сам подумай. Это здраво? Ну, Бог такой. Я говорю, слушай, ну почему ты с Богом делаешься? Ты бы так сделал? За несколько лет, так скажем, греховной жизни, которая ни тебе, ни кому. Вот он побухал, он кому плохо сделал? Ну, переспали они хорошо, без венчания и гражданского, ЗАГСового брака, людьми соединенным. Ну что? Ты же сейчас себя на место судью ставишь, ты его в ад посылаешь. Ты в свое сердце загляни, ты кто вообще есть-то? Ты же сущий сатана. Нет, это Бог сатана. И вот, и знаете, я, почему очень часто, если вы заметили в моих беседах, я именно на таком уровне общаюсь. Вы знаете, я через такие простые вещи, я даже специально не обращаюсь уже к авторитетам Иисуса, Писания, к Его притчам. Ну, иногда, вернее, по-разному, я не могу сказать, что со всеми я одинаков. Но я прекрасно уже понимаю, я общаюсь с человеком, я смотрю на него, думаю, да. Я говорю, ну хорошо, я бы мог обратиться к Писанию, к Евангелию, он христианин, говорит, что он христианин. А что это даст? Я понимаю, что сердце этого человека не принимает истины, потому что истина, она в любви. И значит, если он до меня, точно так же это читал Евангелие, видел Иисуса, Бога, явившегося во плоти, который явил сущность, ибо он является его сущностью и образом внешним этой сущности его, как в евреев так и написано, он сущность его и образ ипостаси его, но ипостаси и сущность это практически одни и те же слова. Не будем сейчас философии вздаваться. Итак, куда ни коснись. Убийство животных. Все то же самое. К людям вот это. Я говорю, прощение. Я говорю, обвинение в грехах, послание на вечные муки. Я понимаю, если человек вот здесь этого еще не принял, он сам читает Евангелие. Ну хорошо, можно слова Иисуса ему привести, если он готов слушать. Но если он не готов, если он хотя, а знаете, как я готовность, я говорю, определяю. Если он говорит, слушай, ну я вот понимаю, ну как, ну ты понимаешь, я вот такое вот читал. Если это мне искренне свое сердце открывает и говорит, да, я верю, я сам так чувствую, ты знаешь. Я понимаю какие-то несостыковки вот как ко мне. И многие именно так и такой путь прошли. И именно поэтому, можно сказать, действительно через меня пришли к истине, как они сами мне просто говорили, не потому что я хвалюсь, да. Потому что кого-то запугали Библию назвать Библией, а не Словом Божьим и все. И там все, что в Ветхом надо принять за истину, а как тогда все это не стыкуется. Они боятся сказать, что Моисей это неправедник, потому что такие дела творил, которые и беззаконники не делают. И тогда уж, наверное, весь мир будет в раю, если они там будут со Христом. И, конечно, люди, которые говорят, слушай, я ищу истину, я вот просто не пойму, так и так, объясни мне, почему здесь такие нестыковки. А вот этот стих, да. И я ему говорю, слушай, ну ты посмотри, этот же стих вырвали, ты сам вот цитируешь, вырвано, давай почитаем целиком. И ты убедишься, что Иисус рассказывал какую притчу. Я говорю, ну что-то один стих, если это вот такая вот речь во всю главу. Я говорю, давай почитаем, что там. И я вот, почему я говорю, вы видите, цепочка не такая. Можно читать Писание. Фарисеи, книжники, учителя закона все знали и распяли самого Бога, самую любовь, пришедшую во плоти. Писание? Нет. Оно на третьем месте. На третьем. Первое – это твоя жизнь. Слушай, ты сам как живешь? Почему всегда вот мне многие укоряют там, ты чё, да чё тебе, да кто я там, какая-то... Нет, ребята, агнормная разница, кто ты? Кто ты? Почему я задумываюсь? Вот человек мне пишет письма, слушай, ну позвони мне, чё, давай, я хоть... Мне достаточно выглянуть на человека, на его глаза, на его поведение, на его манеру, что он говорит. Ну что мне это сухое письмо? Ты у меня спрашиваешь какой-то вопрос там с ссылками. Ну я раз тебе ответил. Текстом, видео, там ещё что-то, аудио записал. Ну что это богословская переписка? Кто ты и как живёшь? Это очень важно. Как ты сам живёшь? Как ты соблюдаешь заповеди, образно говоря? Кто ты? Как твоя жизнь происходит? Второе – что твое сердце говорит? Ты до чего достиг? Как помышляешь об истине? Что для тебя истина? Ты мог почитать Евангелие, Коран, художественное полно литературы, эзотерической, атеистической, других блогеров слушать, проповедников. Что ты? Ты вообще о чём мыслишь? Как ты на этот вопрос сам мыслишь? Уберём сейчас авторитеты. Пусть для тебя Писание для другого Корана. Ты как мыслишь? Что такое истина? Кто такой Бог? Кто такой Иисус? Кто такой Иисус, допустим, даже если ты хочешь об этом сказать? Что такое любовь к человеку, к ближнему, к дальнему, к постороннему, к врагу? Что ты об этом думаешь? Не пытайся подтвердить авторитетом каким-либо. Доказать свои мысли. Просто что у тебя на сердце? До чего ты достиг? Не бойся сказать «я», как тебя затыкивают. Что ты лично думаешь? До чего ты достиг? Абсолютное. Причём, да, не скрывай передо мной ничего. Как на исповеди. Нагота сердца. Кто ты и до чего достиг? До чего достиг жизни? И до чего, о чём помышляешь? А не достиг жизни, может, потому что боишься исполнять до чего достиг, тебя затыкивают. Да, и ты живёшь в этом, в грехе в каком-то. Потому что я считаю, что даже исповедь культов, участие во всех этих культовых обрядах – это ложь. И ты пребываешь во лжи, поэтому ты не выходишь на высшую степень. Ты когда не станешь таким свободным проповедником, как Иисус, потому что ты боиться будешь. В тебе страхи живут. А где страх, там нет любви. А значит, нет Бога, ибо Бог и есть любовь. Ты никогда не станешь за истину, будешь колебаться. А если когда-нибудь придётся, будешь вот им колебаться, и неизвестно, что выберешь. Дерево не в один день вот таким становится. Поэтому, видите, цепочка, я убедился, совершенно другая. Вы вспомните, Иисус беседовал с Никодимом. Он прямо от Писания ему начал говорить. К Ветхому Завету апеллировал, да он бы с ним там мог на богословские темы. Он ему о каких вещах говорит? О своих, о новых, казалось бы. Но при этом ему предъявляют, что ты учитель Израиля, и этого не знаешь, что должно вам родиться свыше. В Ветхом Завете много было о рождении свыше, а он его укоряет, что он учитель Израиля, и этого не знает. Что человек должен из грешника превратиться в святого. Стать подобным Иисусу, еще не имея Иисуса перед своими глазами и ушами, как хотите, видя и слыша Евангелие. Жизнь и учения Иисуса. И вы знаете, вот эту цепочку я реально понял. Я говорю, со всеми, конечно, по-разному происходит. Но вообще, конечно, все больше в ней утверждаюсь. Почему делюсь, хочу кто-то меня услышит, просто кто из ближнего окружения, кто-то из дальнего. Опомнитесь. Хочу сказать тем, кто, конечно, не опомнит, никак не хочет это принять. Вы никогда никуда не сдвинетесь с места, если не примете эти вещи. Бог, он не в бумажках. Вы прекрасно знаете, с каким я благоговением, с каким я уважением отношусь, так скажем, к Библии. Это исторические книги. В них все правда, не истина, а правда, в смысле исторических событий, описаны. Хотя это описано людьми, только со своей стороны. Другой вопрос, что автор вкладывает в свои слова. Что Бог там радуется, когда уничтожает народы. Это уже мнение лично этого человека. И автора, который это еще нам оставил в Писании. Мнение этого человека. Это оставь себе. А вот исторические факты, которые описаны, это да. Мессианские места, кстати, которые мы в Ветхом Зате читаем, это можно относить тоже к историческим фактам, ну, к будущим, которые сбываются. То есть, это история, да. Вы знаете, с какой я любовью отношусь к Евангелию, к жизни учения Иисуса Христа, переданную нам Его учениками, которыми мы теперь с вами являемся, также бережно храним и передаем ее. И это здорово, что у нас это есть. Но это не первая инстанция, это третья. Первая – это твоя жизнь. Ты до чего достиг, должен жить, пытаться по этому. Не теорию выдвигать. Ой, надо, надо это делать, но сам я не могу. Сам учу, кто смотрит на женщину с вожделением, тот уже прелюбодействует. Сам смотрю, вожделеваю, сам грешу. Сам не понимаю, как исполнять эту заповедь. Получается, я вечный грешник. Иисус сказал какую-то неисполнимую заповедь. Я других учу. Сам ее, получается, исполнить не могу. А Господь сказал, там же, в этой Нагорной проповеди, сотворите и научите. И ты начинаешь думать, слушай, как я буду учить, мне каждый тыкнет, что я сам погрешаю. И я могу только в духе ортодоксов православицы. Да, да, грешный, грешный, супергрешный, но мы недостойные, но мы должны вот это делать. Правда, Иисус учил обратно, что мы должны сотворить эти заповеди, то есть исполнить их и научить. А он мне скажет, ну хорошо, а как ее исполнять? Ты умеешь? Почему? Ты грешник, у тебя не получается. Оказывается, там просто надо понять, в чем заповедь. Оказывается, я сам ее неправильно понимаю, поэтому не исполняю. Или исполняю, не понимаю, что я исполняю. Потому что мне в одно набухали. Я действительно женатый мужчина и не смотрю с вожделением. Я не походствую на других женщин. Понятно, когда я смотрю на нее, у меня всякие сексуальные фантазии возникают. Но я их спокойненько отодвигаю и иду домой к любимой жене. И все свои сексуальные фантазии воплощаюсь со своей любимой супругой. Несмотря на то, что, идя по дороге на работу, я видел разных прекрасных женщин. И, конечно же, в голове моей могло разное рисоваться. Но я все это отодвигал, не вожделевал. Сразу же вспоминая о своей любимой жене. И возвращаясь, доказывал ей и себе, что она у меня любимая жена. Оказывается, я все исполняю. Оказывается, это заповедь неисполнима. И поэтому я и учу других. Не вздумай глаз свой положить на кого-нибудь. Как это говорят. Именно положи. Не то, что ты увидишь и не идешь в куколе в схимическом этом саркофаге. Никого не вижу, никого не слышу. Как у них это придумали. Ноги, глаза в пол уткнувшись. Нет, я хожу и любуюсь. Более того, могу сказать, какая-то прекрасная женщина. Да красотка, конечно. Я понимаю, что красотка. Но я на нее никогда не влезу. Красивая. Очень красивая. Эх, повезло кому-то. Ну и моя красивая. И моя хорошая. У меня есть своя. И это красивая. И моя красивая. Все красивые. Но я себе не позволю этого. Вот что такое заповедь. Не смотреть с вожделением. Вот так вот. Так что сначала в сердце. Сначала ты исполняешь. Тот Бог, который тебя учит жить во свете, в любви, в праведности, в святости, тебя корректирует. И где ты можешь еще максимум назидаться? Конечно же, в Евангелии. В жизни учения Иисуса. Туда посмотреть. И еще больше по внешнему утвердиться в той истине, которую Бог тебе обличает в сердце. Если ты там погрешаешь. Или наоборот, тебя научает. Если ты еще чему-то не научен. И вот это вот, когда у тебя внешнее с внутренним совпадает идеально, да, тогда все, ты знаешь, что это вот истина. Поэтому, конечно, я говорю, ой, ты вот это вот видишь. Я говорю, почему я так вижу? Потому что я живу так. Потому что я живу, мне Господь открывает, и мне этот свет. Я принял в свое сердце, открылся Богу абсолютно. Я никогда от него не прятался за кустиками. Я говорю, Господи, если я не прав, в чем? Покажи мне, в чем я не прав. Что не так? Что? Где я ошибся? Почему я вот так вот это вижу? Почему я живу и не получается? Или вот так вот так вот? Так что, первое, это моя жизнь. Но я говорю, тут спорить можно до бесконечности курица и яйцо. Я сначала узнал, потом живу, или живу, потом узнал. Но вообще-то мы на свет сначала приходим по плоти, потом нас воспитывает. Поэтому я говорю, это вечная дилемма. Сейчас не об этом. Суть вы понимаете, да? Живу, учусь, учусь, живу. Но учусь по внутреннему сердцу. Вот здесь, прежде всего, самый настоящий истинный Бог. Бумажку, запомните, написали люди. Иисус вообще говорил на еврейском. У нас есть рукописи второго века. Всего несколько, пусть полного комплекта нового за это. Написать, это один человек написал какой-то. Вернее, уже переписал, потому что это одна, так скажем, там, кумранские рукописи, мертвого моря рукописи. Всего несколько вариантов. До тысячи учеников было. Это кто-то один переписал все. Это весь Новый Завет уже ко второму веку, уже сформировался. Ну и что? На греческом причем. А Иисус говорил на еврейском. Возможно, Первый Евангелий написали на еврейском. Новый Завет. Книгу деяния Лука писал. Кто он был? Грек, не грек. Может, он грек был, но образован и писал на еврейском. Мы ничего не знаем. Нам уже тысячу раз перевели, перетолковали. Да, у нас есть это здорово. Для христианина, конечно же, это счастье. Смотреть в Евангелие и помыслы, то, что Господь тебе с тобой в тайной клете, тебе все открывает, все тебе говорит, если ты к Нему с абсолютным распахнутым, чистым сердцем. Господи, я хочу. Вы знаете, это очень легко. Что это такое? Что такое алчущие и жаждущие правды? Господи, я хочу знать правду. Все. Вот ваша простая молитва. Господи, я хочу знать истину. Открой мне все. И вы знаете, как ее слушают? Все там ждут какого-то голоса с неба. Ты знаешь ее. Кто, говорю, практиковал это, тот поймет по жизни. Это свет души. Его можно так назвать одним словом. Это радость. Это мир. Ты начинаешь... И это Бог тебе невнятно. Ты не слышишь никакого внешнего голоса. У тебя просто приходят откровения. И ты слушаешься их. Ты полностью, как вот эта ложь какую-то проповедует, не полагаясь на свое сердце. Сердце лукавого. Да что же на лукавого-то, если ты христианин? Если ты познал истинного Бога, Иисуса Христа, и Он говорит, если ты ко мне обратишься, я все тебе дам. Я победил лукавого. Это разве не Иисус говорил? Все, как тебе Бог будет ложить на сердце, по-другому хотите, да, более такими мирскими, приземленными понятиями скажу. Все, что вы, если вы искренне желаете добра, блага, любви, счастья. Говорите, Господи, все, что ты мне будешь говорить, вот я чувствую, надо вот так вот поступить, как это говорят. Вот ты, если ты в грешном, и будучи грешником, до покаяния противился, бывает, мог что-то повесить на весы там тщеславия, угоду кому-то, лицемерия, выгоду свою. То теперь ты понимаешь, даже до смерти избери правду. И теперь ты понимаешь, так, Господь обличает. Вот что-то делаю, а так нельзя делать. А вот это надо сказать. И раньше ты бы смолчал, а теперь нет. Вот и все. Если ты будешь поступать поистине, ты будешь ее вкушать. Древо познания добра и зла, ты будешь добро опытом вкушать. И ты познаешь, что оно есть на самом деле. Не теорию, а правду. И принимай все, как это говорит, наказание Божье. Учись и познанию вот этой жертвенной любви, терпению. Как терпению научиться без скорби? Вот расскажите мне. Я об этом говорил еще от начала. Я терпеливый. Плод духа терпения. Как научиться терпению? Я вот терплю. Чего ты терпишь? Терпит скорби, страдания. По плоти в том числе. Вот так вот. Поэтому запомните это. Придите к этому. Ну а насчет, опять как всегда говорю, все-таки у меня есть своя жизнь. Тоже поделюсь. Что касается именно в частности не дел таких, а дел. Ну возьмем дело как проповеди, общение, учительство. Как хотите, тут смотря с кем по-разному. С кем-то на равных общаешься. С кем-то я даже учусь, хотя таких совсем мало. То тут, конечно, я говорю, принцип простой тот же самый. Сначала жизнь. Потом твои мысли. К чему? Может быть у тебя мысли выше ты пока, да, не достиг. Но ты хотя бы помышляешь о высоком, о горнем. И ты добьешься, если захочешь, этому горнему открыться и не будешь ему протеяться. Ну и, конечно же, потом мы можем все это найти. Желательно, особенно друг для друга, для себя. Действительно, Евангелие для нас, так назовем, уже в мире, во внешнем, первый авторитет. Ну для меня, по крайней мере. Да, и мы, если ты меня просишь, слушай, ну а где это вот в Евангелии ты вот это говоришь? Я скажу, ну вот, вот, вот. Вот так вот. Поэтому, а истина, конечно, в самом себе. Представьте, завтра не будет никакой Библии. Вот все сожгли, все уничтожили. А как жили люди до... Явление Бога на землю. По свету. Я все время думаю, слушай, вот как... Сейчас, казалось бы, да, есть авторитет. И я думаю, почему же я на него ссылаюсь? То-то, то-то цитирую. Говорю, ну вот же, а людям до фени. А я понял, что ему просто до фени. Неважно. Ты говоришь, слушай, вот это зло. Зло нельзя делать. Почему нельзя? Потому что нельзя. Как вот, почему нельзя? Нужно зло порождать зло. И жизнь это бумеран. Это зло тебе вернется. Это железно. Ты сотворил этому зло, он тому, от обиды, тому, 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 тому. И недолго время пройдет, как это зло тебе на голову вернется. Это железно. А не вернется, если оно только благодаря Богу, что кто-то не такой, как ты. И те, кто и будет передавать. А кто-то возьмет, это зло в себе потопит. Так что надо творить, зло или добро? Ну, я говорю, это вот вызывать можно только к человеку. Если он готов к этому, то да, нет, ты ничего не сделаешь. По крайней мере, не сегодня. Вот такими мыслями хотел поделиться. Подвязайтесь в истине, в жизни поистине. И все у вас будет открываться. Причем я говорю, вы поймите, почему мы писание, казалось бы, и с этим же писанием в руках люди творили. Дела такие беззаконные, которые даже грешники, как их называют, эти беззаконники не творят. Возьмите геноциды. Возьмите истребление неверных. Теми же самыми христианами, католиками, православными, протестантами. Возьмите, как это можно было делать? Это вот эта вот духовная слепота. Неважно, можно иметь Библию в руках, но не жить по вот здесь свету. И оттуда поныровать ее. Кто ее, если он говорил, кто ее сшил-то в одну? Сатанисты. Точнее, сшили-то ее, это не сатанисты. Я пытаюсь просто, мне надо неправильно понимать. Ну, сшили-то с ее в хорошем смысле, на неизвестном стиле Библии. Это тогда дело от Бога. Да. Это сборник, такой очень хороший, от начала и до конца. Но называть ее Словом Божьим может только сатана. Библия – это никакое не Слово Божье. Это Писание. Там разные слова. Если там есть слова того же самого сатаны, как можно Библию назвать Словом Божьим? Там есть прямые речи сатаны. Бог с сатаной общается. Это чьи слова? Если ты сын Божий сбросишься со скалы. Это чьи слова? Божьи, что ли? Слова сатаны. Как можно эту книгу, хоть или горись, хоть как-то вообще себе позволять такое называть? Иисус никогда этого не делал. Он говорил, вы не слышали, что Бог говорил Аврааму? Да, это Бог говорил Аврааму. Иисус всегда цитировал, что кто говорил. В законе Моисеева. Моисей сказал, взяли зачем бумажку, назвали Словом Божьим. Этого я по-другому сказать не могу. Сколько говорю об этом, хоть бейся, хоть не бейся. И с этим Словом Божьим, Господь и сказал, убивают вас, думая, что тем служат своему Богу, который в аду там ждет их. Нет. Вот истина. Я говорю, ты в Евангелии истинный человек, дитё Божье, христианин, ученик Христов. Он лишь находит подтверждение истины, которой он открылся, увидев однажды Иисуса, увидев его жизнь, назвав его единым истинным Богом. Ибо он есть истинный Бог, как Ант Богослов написал в конце своего первого послания, и жизнь вечная. Он это признав, говорит, Господи, веди меня по жизни. Все, что ты мне повелишь, сделаю. Все. Ты в сердце полагаешь, начинаешь жить по своему сердцу, не по бумажке, по своему сердцу. Ты говоришь, Господи, как ты мне будешь говорить, делать добро, поступать в жизни по истине, а истина есть любовь, я увидел это в тебе. Да, она в делах ко всем по-разному проявляется. К врагам одна дела любви, к посторонним другая, к любящим третья. Иисус не умывал ноги фарисеям и книжникам. Любовь в дела любви по-разному проявляется к людям, но это любовь. И ты открываешься, и Бог тебе открывает все истины жизни, на все вопросы дают тебе ответы. И в Евангелии ты лишь находишь потом, в жизни учения Иисуса Христа, уже подтверждение этой истины. Это очень важно. А потому что те, кто говорят обратно, они говорят, абсурд это с жизнью не подтверждено. С устами, с именем Иисуса на устах творят беззакония, такие, какие и грешники в их понимании не творят. Понимаете? Вот так вот. Это очень важно. И это опыт жизни. Почему я говорю, ты же это видишь? Как такое могли они делать? Делали. Вот такой вот крест. И в поход. Рубить, насиловать, убивать эти рыцари. Это были самые... Вы подсчитайте, кто участвовал в крестовых походах. Это же из тюрем. В Риме открывали тюрьмы, одевали на них вот эти вот доспехи с крестами, с щитами и выпускали. Это были такие мародеры, такие грабители, которые, говорю, такие вытворяли дела. А когда православные старобрядцев, когда они раскололись, в храмах заживо закрывали, по две, по три тысячи человек в одном храме помещалось, их туда как селедку напичкивали и сжигали. Это что было? Это жертвы кому они приносили? Какому богу? И неизвестно какому. Человек-убийце, от начала который был. Ну вот так вот. Поэтому все Евангелия знали наизусть, все эти, кто это делал. В смысле все, кто ими особенно руководил. Уж эти-то как знали все там наизусть на зубах. Нет, вот здесь. Открытое, чистое сердце, жаждущее истины, которая есть в любви. Ее не надо никому доказывать, она вот здесь у тебя. Ты лишь ей можешь открыться или не открыться. Откроешься, все тебе откроется в этой жизни. И даже внешние источники. И тогда ты, да, ты везде найдешь, как Господь сказал, книжный научный, книжник научного царства Невестного найдет везде пыльцу, как мудрая пчела. И действительно в себе сделает этот мед и сможет им поделиться. Вот это действительно так. Вот такие у меня сегодня мысли. На этом все. Надеюсь ролик вам был полезен, интересен, назидателен, отраден. Я с вами прощаюсь. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok